Свет Настасьюшка, свет Пелагеюшка. На девочках сарафаной косынки, мальчики в русских рубахах. Экскурсии проходят в необычном формате. Для полного погружения в историю здесь используют только старорусские слова. Что наши, то стало быть, аргуны, то древодельцы, завсегда в церквах-то всё благолепия, их рук-то было. Все церковные знаки, то стало быть, они доглядались, мысляли. В музее можно увидеть, как раньше жили люди в деревнях и сёлах, теперь уже Киржачского района. Представлены ремёсла и промыслы. В центре внимания древний мастер резьбы по дереву, аргун. Его историю рассказывают с помощью кукол. Уже тесно у нас в избе-то пошло. Надо бы на деньжат накупить. Вот деньжат-то накуплю, как из Москвы развернусь, стало быть, дальше будем мы. Это коллекция плотницких инструментов. С их помощью мастера делали вот такие наличники. Изображённые на них символы неразрывно связаны с русской культурой. Верх наличника обозначает небо, нижняя деталь – землю. Боковые стороны называли полотенца. Они символизируют стороны света и времена года. Создают атмосферу старины в музее с помощью традиционных музыкальных инструментов и народных песен. Музей располагается в доме Мещан-Винокуровых. Здание – памятник градостроительства и архитектуры второй половины XIX века. Долгое время историко-краеведческий музей занимал только первый этаж. Недавно здесь сделали ремонт. Музейное пространство теперь занимает оба этажа здания. Расширилось музейное пространство, появились новые экспозиции, новые выставки. Потому что фонд, основной фонд, составляет более 52 тысяч предметов. Это довольно много из них. Более 40 тысяч, надо, конечно, отдельно отметить, это образцы ткани киржаческого шелкового комбината. Теперь местные жители и туристы могут увидеть и другие уникальные артефакты, которые раньше не было возможности демонстрировать. Гостям музея здесь рассказывают о купеческом быте. На экспозиции представлены подлинные образцы. У нас увеличился поток, наверное, на 30%. Потому что народ, ну и благодаря в том числе ситуации в стране, в общем-то, да, вот эта коронавирусная ситуация, эпидемиологическая, она способствовала развитию именно внутреннего и въездного туризма в различные регионы, в том числе и в наш. Вот поэтому народ поехал не за границу, а уже поехал по России. Это не единственный объект культурного наследия в Киржаче, которому дали второе дыхание. Здесь сохранились десятки старинных зданий. Многие из них открыты для туристов. Такие города гости ценят за особый колорит и возможность прикоснуться к истории. В прямом смысле этого слова. Татьяна Гордеева, Игорь Липский и Андрей Беляков.